И всем здарова, с вами Антример, и у себя на канале уже выпускал ролики на эту тему. Но, к сожалению, они не особо актуальны на нынешний 2023 год. И сегодня в ролике я вам покажу 10 лучших способов заработать денег в GTA 5 Online. В этом видео собраны способы как и для новичков, так и для людей, которые уже давно в игре. Что самое главное, они очень хороши для фарма в 2023 году. Конечно же, не забывай про лайк, подписку и колокольчик. Для тебя это пару действий, а мне ты поможешь достигнуть цели в 40 тысяч подписчиков. Там осталось вот прям совсем чуть-чуть. Также не забывай писать свои смочнейшие комментарии, которые я тоже читаю. Ну а перед началом моего, так сказать, видеоряда, пару слов о спонсоре. Как покупать новые игры, если пополнить баланс не представляется возможным? Всё очень легко. Игровая площадка Diffmark имеет большой ассортимент, а что самое главное, хорошие цены, которые вы можете редактировать под свой кошелёк. Каждый найдёт тут свою платформу, будь то ПК, PlayStation или Xbox. На Diffmark вы очень легко можете купить абсолютно любую игру, карту пополнения баланса и даже игровую валюту в своей любимой онлайн-игре. Сайт позволяет взаимодействовать со всеми площадками. Тот же Steam, GOG, Origin или PlayStation Store. А что самое важное, на сайте присутствуют все методы оплаты абсолютно для всех стран, включая различные карты и Kiwi. Помимо всего этого, на Diffmark можно также купить различный полезный софт, например, антивирус или даже лицензионную версию винды. Интерфейс на сайте сделан настолько удобно, что заблудиться в нём просто нереально. Специально для вас сделали промокод ANTROMER, который даст вам скидку в 15% абсолютно на любой товар. Ссылочка на Diffmark будет в описании под этим роликом. Испытания на время в GTA V Online это, наверное, один из самых быстрых и лёгких способов заработать денег. Заработать на этом вы сможете 200 тысяч долларов игровой валюты буквально минут за 5-8. Но тут, к сожалению, есть пару нюансов. Чтобы проходить испытания на RC, вам нужно RC-бандита. И стоит эта машинка немало. И таким темпом вы явно купите её нескоро. Поэтому лучше всего проходить эти испытания на BATI-801. Он как бы и более доступен, и более простой в управлении. В чём же суть этих испытаний? Вам нужно проехать контрольные точки быстрее определённого времени. Собственно, если вы выполняете это условие, вы получаете 100 тысяч долларов игровой валюты. Такие испытания можно проходить всего один раз в неделю. Но при этом эти 100 тысяч явно лишними не будут. Да уж тем более за пару минут. Последняя доза это набор сюжетных миссий, добавленных с последним обновлением Los Santos Drag Wars. Проходятся они где-то в течение часа, может даже меньше. Почему же последняя доза, а не первая? Всё дело в том, что в последней дозе за прохождение каждой миссии вам будут давать по 100 тысяч. За определённые ачивки. А чтобы получить эту ачивку, нужно просто пройти миссию. Помимо этого, вам также капает где-то 20 тысяч за каждое задание. Итого, за прохождение всех 5 заданий мы получим около 600 тысяч долларов игровой валюты. Что весьма, я вам скажу, не дурно при условии того, что тут вообще ни во что вкладываться не надо. Для новичков данный способ будет очень хорошим. Так ещё в конце этих заданий нам дадут халявный спорткар почти за 3 ляма от Слот Виртуа. И знаете, эта машинка летает прям вообще хорошо, поэтому рекомендую. Но у этого всего есть большой минус, это то, что все эти ачивки единоразовые. То есть, грубо говоря, вы прошли один раз эту последнюю дозу и всё, выплат больше никаких не будет. Поэтому, если вы какой-нибудь новичок и вы не проходили первую и последнюю дозу, то лучше всего это сделать сейчас. Родимая лётная школа в ЖТА 5 Анлин. Она не такая жестокая по отношению к игроку, как в GTA San Andreas, но всё же нервы тут можно подорвать. Ну и, конечно же, разорвать себе жопу. Можно сказать, что этот способ из разряда для новичков. Суть этих заданий тоже достаточно простая, нужно выполнять условия с определённым интервалом времени. Всего тут 10 миссий, прохождение занимает порядка 40 минут в хорошем случае. А общий заработок составляет 300 тысяч долларов игровой валюты. Стоит ли разорванная жопа этих 300 тысяч, решает каждый сам для себя. Но для новичков, которые только-только зашли в игру, это очень хороший способ заработать денег. Лишней этой копеечкой явно не будет. Коллекционное оружие в GTA 5 Анлин это всё то оружие, которое как-либо связано с Red Dead Redemption 2. А именно самозводные и флотские револьверы, а также топор. И как же на этом можно заработать, спросите вы. Вообще, задание по поиску этих предметов начинается с сообщения в телефоне. Если вы ещё не проходили эти задания, то внимательно следите за почтой. Так вот, после нахождения каждого из этих предметов, на нём будет определённое задание. Например, сделать 50 хэдшотов по ботам. И так абсолютно на каждом оружии. А получите вы за это по 250 тысяч долларов игровой валюты за каждое задание. В общей сложности мы получаем 750 тысяч долларов за все квесты. Что тоже не дурно при усвою того, что мы вообще не вкладывались. Единственный вклад, который тут идёт, так это время. Ну а я вам скажу, что квесты очень интересные и времени потраченного будет не жаль. И теперь мы плавненько начинаем переходить к бизнесу. И первый у нас такой хороший достаточно вид заработка, это кислотная лаборатория. Добавили её с последним обновлением у Сантос Драк Варс. Чем же хорош этот способ? А тем, что вы его можете использовать как и вручную, так и пассивно. Да и для фарма на ней делать практически вообще ничего не нужно. Разве что только пройти 10 заданий Дакса, чтобы открыть улучшения для лаборатории. Тут уже придётся вкладываться в саму лабораторию, но она быстренько отобьётся. При максимальной прокачке эта вся кислота фармится где-то часа три, за что мы получаем 335 тысяч долларов игровой валюты. А вот если гонять кислоту в открытые сессии, то мы получим около полумиллиона. Что тоже не дурно при усвоении того, что для этого бизнеса вам, во-первых, не нужны другие бизнесы, а во-вторых, вкладываться тут тоже практически не о чем. Разве только вкладываться временем. Да, я не отрицаю, что у этого заработка есть свои минусы. Мол, это тот же самый мотоклуб, только ремейкнутый. Но всё же на кислоте можно реально сделать себе хорошую прибыль. И следующий способ является легендарнейшим, смочнейшим, а именно бункер. Вы не представляете, насколько атмосферно это всё дело было фармить в 17-м году. Мне на самом деле очень нравится этот способ заработка. Стоимость этого бункера составляет от 1 миллиона 100 тысяч до 2,5 миллионов. Что же у нас тут по заработку? Фарм сам длится около 5 часов, но он, можно сказать, полупассивный. Вам просто раз в некоторое время нужно будет привозить сырьё. А заработок с этого составляет 1 миллион долларов игровой валюты. Желательно для продажи, вам нужно ещё несколько дополнительных тел в виде ваших друзей. Так как развести 3 фуры по точкам в одну харю вы явно не успеете. Помимо заработка вы также тут можете разрабатывать различные модификации для транспорта, брони и оружия. Помимо этого в бункере также имеются тиры, если вы его пройдёте, то количество метательного оружия увеличится до 30. А знаете, это очень полезное улучшение. Ещё вы также можете докупить ПКП, что очень полезная штука. Можно сказать, это передвижная мастерская для транспорта и оружия. Также здесь можно проходить всякие различные спецоперации, за которые вы тоже будете получать денюжку. А за что вы ещё будете получать тем более пассивную денюжку, так это за продажу излишков. Такая фура спавнится в вашем бункере раз в 48 минут. И всё, что от вас требуется, это перевести эту фуру из точки А в точку Б, за что вы получите ещё дополнительные 50 тысяч долларов игровой валюты. В плане фарма бункер очень разнообразный, поэтому рекомендую. И следующий способ у нас не менее легендарный, а именно офис. Его цена уже начинается от 2 миллионов долларов игровой валюты. Помимо самого офиса, для фарма на нём нам также нужен и склад. Желательно на 111 ящиков. И да, этот способ заработка является из разряда разрыва жопы. Но благо в одном из недавних обновлений разработчики упростили всю эту тему и добавили нам техников. Которые раз в игровые сутки могут нам приносить от 1 до 3 ящичков на склад. А доход с этого всего составляет за полный склад на 111 ящиков 2 миллиона 200 тысяч долларов игровой валюты. При двойных выплатах это будет 4 миллиона 400 тысяч долларов игровой валюты. На этом всё деле я на фармил около 16 миллионов. Даже была ситуация, когда мне в одну харю на 111 ящиков выпал титан. И угадайте, чем это всё закончилось? Единственный прикол от этого фарма, который мне вкатил, это во-первых статуэтка на столе, а во-вторых весь офис в деньгах. Да, я тупо ради этого и фармил эти грёбаные ящички. Помимо этого, как и в ситуации с бункером, тут также есть задания по продаже разнородного товара. Всё те же отвезти из точки А в точку Б раз в игровые сутки и выплата 50 тысяч. Что тоже является приятным бонусом. Помимо этого, фармя на офисе, можно прикупить себе транспортный склад. Суть тут тоже не особо замысловатая, цыганим тачки, после чего перепродаём. Выплата тут составляет от 80 до 100 тысяч долларов за одну машину. Не то чтобы много, но и при этом немало. Всё равно, хотя бы краем глаза рекомендую заглянуть на этот фарм. Всё же офис, как-никак, как и бункер, также разнообразен. И тут каждый для себя может найти свою формулу фарма. Ночной клуб в GTA 5 Online это эталон пассивного фарма. Но тут уже, к сожалению, нужны предприятия мото-клуба. А так, чистыми тупо с популярностью ночного клуба вы будете получать 50 тысяч долларов каждые игровые сутки. А максимальная вместительность сейфа 250 тысяч. Учитывая, что это полностью пассивный доход, это очень даже хорошо. Тут у нас также, как и в случае с офисом, имеется свой склад, на который фармится товар полностью пассивно. Конечно же, при условии того, что у вас есть определенные предприятия мото-клуба, желательно, чтобы были все, дабы получить максимальный профит с этого. А делается у нас это всё с помощью техников, мы их назначаем на определенный вид товара, и пока мы играем, они это всё дело фармят. Мы также можем помочь в процессе накопления путём выполнения заданий по доставке товара в ночной клуб. Максимальная вместимость на складе составляет 360 ящиков. А продать максимальное количество вы сможете за 2 миллиона долларов игровой валюты. Фармится это всё дело приблизительно так же, как и на бункере, часов 5-6. При условии того, что вам тут вообще ничего не нужно делать, это очень хороший способ фарма. Задания по продаже вообще самые язычные, которые только можно было придумать. Мы тут повезём фуру из точки А в точку Б. Если вы хотите пассивно фармить, то рекомендую ночной клуб к этому делу. Агентство это тоже один из лучших фармов в игре. Обойдётся вам такое удовольствие от 2 миллионов долларов игровой валюты. Тут мы можем выполнять всякие различные контракты, начиная от уничтожения банды, заканчивая возвращением какой-либо ценности. Оплата за это идёт от 40 до 70 тысяч где-то за 5-8 минут. Ещё раз в 20 минут мы сможем выполнять заказные убийства от Франклина, за что мы будем получать по 85 тысяч долларов игровой валюты за 5-10 минут. Что, как по мне, не дурно. Ну а самое жирное здесь, это, конечно же, вип-контракт доктора Дре. Заспидранить его можно буквально за час-полтора, за что мы получим 1 миллион долларов игровой валюты. Помимо этого, учитываем остальные задания, выходит где-то около 1 миллиона 200 тысяч долларов игровой валюты. Чередуя с обычными контрактами, это всё дело можно догнать до полутора миллиона. Конечно же, вас никто не ограничивает это всё дело перепроходить и тупо зафармливать. Если вы хотите пофармить чего-то такого сюжетного, то рекомендую агентство. Ну и конечно же, самым лютым и жирным фармом в GTA Online является ограбление Кайоперика. Чтобы его начать, вам нужно купить подлодку-косатка за 2 миллиона 200 тысяч долларов игровой валюты. И уж поверьте, эта покупка является самой выгодной и самой быстро окупаемой в игре. А выхлоп с этого ограбления составляет от полутора до двух миллионов долларов игровой валюты. Всё зависит от того, какая награда вам выпадет. А время на всё ограбление плюс подготовительные задания в хорошем случае займёт 40 минут. Но единственный минус это то, что Rockstar немного понёрфили это ограбление, теперь вам придётся достаточно долго ждать. При слову прохождение КД составляет около 3 часов, а если вы проходили с другом, то 48 минут. Но никто не отменял отключение интернета в конце ограбления. Если к этому приловчиться, то можно делать нереальные бабки в игре. Но мой вам совет, чтобы не убить интерес к игре, сильно не увлекайтесь Каю Перека. Новички в игре часто допускают эту ошибку, пропуская множество контента тупо мимо себя. Но всё же факт остаётся фактом, Каю Перека лучший способ заработка вообще в игре за всю историю. Ну а на этом всё, огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то полезен и интересен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Ну а если тебе есть чем дополнить этот ролик, ты всегда можешь написать об этом в комментариях. Все комментарии я читаю, на них же отвечаю. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании. Ну а с вами был Антромер, всем удачи и всем пока-пока. Но если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть ещё вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok